Спорт должен быть модным и престижным увлечением. Он повышает качество жизни, учит работать в команде, добиваться успеха. Если отвлечем наших малышей и подростков от компьютеров, смартфонов, то сохраним им здоровье. Здесь большую роль играют средства массовой информации, которые должны поддерживать интерес к здоровому образу жизни. Правда, во время спортивных телетрансляций мы зачастую видим пустые трибуны. А где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет? Инвалида туда привезти, может, это единственная для него радость. Детишек пригласить. Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели, видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы сами дети стремились к этому. Впереди два важных экзамена. Вторые европейские и Олимпиада Токио в 2020 году. Для качественной подготовки к играм уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением, обеспечением безопасности участников гостей игр. Продумать все до мелочей. Деньги, которые выделяются на вторые игры, должны остаться в стране. Это масштабное мероприятие, к которому будут приковано пристальное внимание миллионов болельщиков. По нему будут судить о нашей стране. Но не менее важен спортивный результат. На домашних аренах при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года Токио. Надо побеждать. Народ устал ждать результатов в этой сфере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова